Джон До спорит со мной по поводу глобального потепления. На ролик глобального потепления «Факты и мнения» пишет, что сжигание связанного СО2, нефть, уголь, газ за сотни миллионов лет, накопленного за сотни миллионов лет, в течение ста лет, никак не влияет на климат с параллельным истреблением всего живого, что его связывает. Вы бредите, Константин Натанович, уважаемый Джон До, я продолжаю бредить, потому что ваши цифры, накопленные за миллионы лет, истраченные в течение ста лет, во-первых, не истраченные, Во-вторых, ну вы знаете уже, наверное, эти цифры, пока еще корова, которая производит столько же СО2, сколько летящий самолет. Несерьезно. Это вот то, что вы используете, Джон, даже не Джон, а Жон, Жон До. То, что вы используете, это аргументация такая, ну пропагандистская, поверхностная, которую много используют вот в этих спорах о влиянии человеческого фактора на глобальное потепление, А иногда и не используют, иногда просто выводят несколько тысяч детей на улицу, которые кричат, вот спасите, спасите, или там как Грета, Какое вы имеете право не заниматься спасением Земли? А за словами Греты стоит там вопрос о налогах на вот этот СО2. Серьезная научная проблема, решить ее вот таким способом дискуссии непрофессионалов, нас с вами, невозможно. А профессионалы уже высказались по этому поводу, определенно они не в состоянии определить влияние этого фактора на процессы глобального потепления. Является он определяющим или нет, но они не знают. А это значит, что вероятнее всего, ну он один из многих и не является определяющим, и какой-нибудь там крокота, извергающий эти миллион тонн пыли, влияет на все это значительно сильнее, чем вся жизнедеятельность человека и за то, что там за сто лет, за тридцать тысяч лет. Так что давайте проблемы чиновников, которые пробивают, так сказать, финансирование своей деятельности с проблемами человечества не путать. Сегодня, приняв неправильное решение, мы можем создать предпосылки для невыживания человечества. Начать бороться с глобальным потеплением, а потом быстро обнаружить, что речь идет о новом ледниковом периоде, глобальном похолодании. Давайте слушать ученых, причем не коррумпированных ученых, что опасно, а ученых объективных. Серьезная проблема, ее надо рассматривать и не в политическом аспекте. Продолжение следует... Продолжение следует...